здравствуйте друзья вопрос как обычно зачитываем добрый день михаил мы с мужем смотрим ваш канал около трех лет всегда вдохновляемся и находим силы двигаться к целям за это вам большое спасибо но вот сейчас нужен ваш совет без предыстории наверное будет не очень понятно поэтому заранее прошу прощения за длинный текст два с небольшим года назад супруг благодаря вашим видео начал работать тестером как молодец получает второе образование уже сфере айти еще больше молодец ему 27 лет то есть молодой мужик у него без ложной скромности получается все просто прекрасно и на курсе лучше и на работе ценится то есть казалось бы можно радоваться жизни так я понимаю схватывает все очень быстро все ему хорошо дается но на работу ходит уже год как без огня в глазах вот как без огня в глазах им очень нравится автоматизация и говорит что прям душа радуется когда работа связана с кодированием даже обедать забывает это правда это абсолютно поглощающее такое все поглощающее занятие я очень очень соглашусь я вижу как он мучается занимаясь не тем чем ему хотелось бы ну правильно надо расти конечно он перерос просто то что делает очень естественный совершенно нормальный процесс мечтает состояться как программист легко 27 лет легко теперь пожалуй главное целью всей этой задачи с неизвестными такая с помощью татьяны богдановой таня у нас на канале консультировать там по визам и образовательным программам сша в начале следующего года мы хотим приехать в сша это вот в этого же года в общем-то ориентир сейчас это английский язык ему предстоит экзамен получения визы не говорю уже о том что нужно подсобрать деньги мы на самом деле не знаем где живут ребята скажем если получить визу надо там день в киеве да это большая проблема если в москве то проще там в общем но мы не знаю а варианты решения аж целых три это на будущее так а конкретно вот сейчас у них варианта решения аж целых три есть предложение новые работы тестера с увеличением зарплаты есть вариант уйти на junior девелопер с понижением зарплаты как интересно и конечно вариант ничего не менять тоже есть сейчас мы думаем как же нам быть надеемся услышать ваше рассуждение учитывая все-таки и цели мечты и реалии как в америке по вашим прогнозам может все произойти сможет ли он без большого опыта быть девелопером по приезде если смысл сейчас идти в программирование очень не хочу наступить на горло мечте супруга спасибо большое сейчас разберемся и так что у нас есть то есть мало того что у него возраст хороший и как бы он вот на работе его любят и учится он хорошо и кодировать ему нравится но вообще вот казалось бы все у него еще одна есть потрясающая фишка в жизни у него есть супруга которая вот говорит очень важно вот там не обломить ему мечту там и так далее то есть вот такой любящий заботливый человек я хочу сказать там трех профессий стоит да но не суть вот в общем короче все у него есть кроме того что глазки вот не светится потому что он перерос то чем занимается и я хочу так вот просто для констатации сказать что в кремниевой долине ну публикует такие цифры я уж там не могу судить со мной публикует такие цифры что средняя продолжительность работы человека в кремниевой долине на постоянной работе на одном месте два года два года есть же люди и по 5 и по 10 работают но средняя вот два вроде работа постоянная не то что на контракт там шестимесячный пришел нет ну поработал там годик пошел дальше рынок динамичный понимаете вот он годик поработал там ему нужно дальше а здесь здесь этого нет пошел дальше технологии там все это меняется развивается над двигать вот как раз на два с половиной года назад там начал работать но и чё же пора это первое второе ему нравится кодирование это замечательно совершенно это намного симпатичнее во всех отношениях чем например скажем ручное тестирование кодированием он может заниматься серьезным ну просто как программист нормально он может заниматься облегченным кодированием занимаясь например автоматизации тестирования там с помощью каких-нибудь инструментов специально для тестирования там селениум какой-нибудь так далее вот поэтому и так и так и как угодно в общем это все очень востребовано и очень здорово больше того поскольку ему это нравится то легко предположить что начав заниматься даже например автоматическим тестированием он все равно вынырнет в кодирование более серьезным потому что ему станет скучно заниматься облегченным кодированием и слава богу покажешь пока силы есть настроение есть все это все это здорово я знаю мужиков моих лет знаете там выползает откуда-то там такой дядька там лет 60 а то и 65 такой бородатый обросший там а он всю жизнь кодирует и не стал ни менеджером и там не кем не хочется ему вот ему нравится кодировать он серьезнейшие задачи езжай кодировочные такого фиг найдешь там день есть здесь мужики такие ну сколько хочешь стало то есть не обязательно всем начальники там и так далее а может ему захочется стать начальником когда-то вот когда почувствуешь что ну вот начальник там всегда что-нибудь не то знаете и наступает момент когда думаешь ну вот или сам давай или или так и будет не то то есть это тоже может произойти но не суть значит у нас перспектива такая что они в принципе хотят в америке оказаться да поэтому помимо одного из трех вариантов когда он идет в там где они живут идет на должность джуниор программиста с понижением зарплаты значит у нас другой вариант что он занимается тестированием значит смысл смысл будущего плана состоит в том что он приедет они приедут сша он приедет учиться и дальше там такая учеба что пару дней в неделю они учатся там скажем по выходным полдня в субботу полдня воскресенье остальное время можно работать я просто объясняю контекст в котором это вопрос задается значит что лучше ему приехать там с опытом программирования или быть там скажем хорошим тестером и так далее я думаю ну конечно правильнее приехать с опытом программирования если есть такая возможность потому что с опытом программирования он и тестировать может но правда уже на другом уровне на более высоком вот он и он и программировать может сейчас так вот такой рынок что не нужно быть там senior level каким-то программистом чтобы найти работу на раз абсолютно любого уровня программистом он может быть плюс у него к этому же есть еще и опыт тестирования тоже это же не то что вот он там попрограммировал там чуть-чуть джуниор там и пошел я не знаю как вот там ваших краях это делается но он может поработать там не до полгода джуниором и уйдет куда-то и будет мид-левел а еще через полгода куда-то пойдет может быть он синером будет если у него хорошо пойдет если ему это нравится если у него будет получаться а чего чего на 5 лет для этого нужно нет если можешь вперед поэтому конечно нужно делать по максимуму сложности то что ты делаешь если даже временно тебе за это немножко меньше платят мне на самом деле даже немножко странно это но ну допустим ну хорошо пусть его немножко меньше платит на более такой квалифицированной работе в целом но неважно пусть его немножко меньше платит но вы посмотрите вот там где вы живете сколько получает там программист с опытом пять лет и сколько получает это мне тестер с опытом пять лет вполне имеет так сказать экономический смысл некоторое время получать меньше денег чтобы потом рвануть как следует и получать намного намного больше то есть как плюс мы же не только один как говорим да это один один из факторов которые мы рассматриваем мы-то говорим о том что чтобы на горло песни не наступить человеку поэтому пусть делает то что ему нравится делать человек всегда будет успешнее в том деле который он делает с удовольствием нежели в том деле который он делает там просто за деньги или просто потому что деваться некуда там и так далее я когда услышал но первый раз читал вот это все там есть три варианта значит первый вариант дома там да пойти на тестера с повышением что понятно обычно к сожалению друзья так получается что в том месте где ты работаешь тебе никогда не дадут столько денег насколько тебе дадут на свободном рынке когда ты пошел искать работу ну то есть бывает конечно я не хочу сказать что совсем не бывает но вот все таки как правило людям трудно смириться с тем что вот кто-то пришел там и за пару лет у него там удвоилась зарплата как-то это вот не не укладывается в рамки там хотя всяко бывает вот и значит проще уйти куда-то и получить больше денег я когда вот эти три варианта значит первый тестером с повышением зарплаты программистом с понижением ну или просто ничего не делать что тоже вариант я вспомнил знаете есть такой анекдот ведь сара выбирай одно из трех или ты закроешь окно или два раза получишь по морде я вот думал вот это один из тех вариантов когда реально трех выборов то и нет как бы их меньше вот но что тут сказать так у меня такое ощущение что там и двух то нет потому что тестером на больше денег не лишь не отвечает на вопрос светящихся глаз п ничего не менять тоже не отвечает на вопрос светящихся глаз и удовлетворение от жизни то есть мы уже знаем что это то положение из которого надо уходить то есть у нас даже нету там мы закроем шаг ноgame закроешь окно у нас у нас только я остается что сидим программистом И то, что он там временно Почему-то вдруг Ему будут платить меньше денег Ну, в конце концов Это настолько временно И это Не знаю, если вы можете себе позволить Если не то, что вы там голодать начнете И так далее Наплевать и забыть А бывает, знаете как Бывает, зарабатывал много денег А потом что-то даже накопил А потом раз и спустил Или вот допустим там Сейчас очень много народа вам скажет Что вот он думал в Америку поехать Квартиру продать Будет у него там 100 тысяч А сейчас у него и 50 нет Понимаете, поэтому Деньги такая штука Что они прикладываются Деньги сами по себе не являются Ни целью, ни самоцелью, ничем Это средство Это средство Поэтому когда цель есть Там все остальное уже потихонечку набегает Средство, атрибут Иногда, да вот Это атрибут квалификации твоей Профессии, в которой ты находишься И так далее Экономики, в которой мы живем сегодня Или там завтра Поэтому В общем Закрываем окно и все Так что один вариант у нас всего только и есть И что тут сказать напоследок Хочу сказать, что Хорошие проблемы люди решают Вот что я хочу сказать Понимаете Господи Ой, все у них есть Татьяна Богданова есть Которая там Его пристроит там куда надо Вот только визу осталось получить Да, это отдельно Действительно Единственная проблема, которая сейчас Не зависит от них самих Как бы особо не зависит Наверное, тоже можно повлиять Как пойти, с чем пойти Там и еще что-то Но вот Не знаю Я, честно сказать За них рад Вот И за те проблемы, которые они решают И за то Какая семья хорошая Я очень такой Семейственный человек И Как-то Может быть Жена моя с этим не согласится Что я говорю Что вот для меня Как бы Очень важную роль в моей жизни Играет Она скажет Ой, да он все время на работе Да он дома там Мало бывает Где-то Внимание там Ей не уделили И так далее Может быть Она и по-своему И права, конечно Но Но внутри Как бы Ради чего все Понимаете Поэтому Это так здорово Что вот Жена хорошая Это так здорово Что он Когда начинает кодировать Он забывает покушать Там и Его это поглощает Вся эта деятельность Замечательная У меня вот есть письмо Одно Мы со Светой вместе Поговорим Она говорит Я тоже хочу участвовать Поэтому Я сегодня не стал на него отвечать Там письмо Молодого парня 23-летнего Который Не знает Как жить Зачем жить Вообще Что происходит В этой такой потерянной Девушки нет Никогда не было И так далее И вот Как он себя называет Интровертище И вот Вот проблемы у людей Бывают И то Как бы Да Вот А тут Господи Чтобы нам всем Такие проблемы Я в том смысле Хочу сказать Что хорошие Добрые Светлые проблемы Которые Нужно решать И которые Как бы И есть Решение Которых И есть жизнь Понимаете Вот Вот Получать удовольствие От жизни Это значит Решать Хорошие проблемы Которые Неизбежно Возникают Потому что Мы перерастаем Ну Тот формат В котором Живем Какое-то время Понимаете Вот Из детского сада Там В школу Пойти Понимаете Это какой Стресс Но это Рост Знаете Из школы В институт Из института На работу Там В начальники В эмиграцию Там Я не знаю Куда Еще Другая страна Другой язык Все стресс Но это же Все развитие Это же Добавляет К твоим возможностям По жизни Поэтому Что тут сказать Вот Мое мнение По поводу Выбора Одного из трех Вот такое И я Не то чтобы Сильно мучился Над тем Что там Собственно Выбирать Вот Такой Такой у меня Ответ Счастливо